В отделении детской онкологии сейчас 50 маленьких пациентов. Многие, конечно, еще не понимают, насколько серьезный у них диагноз. День не проводят так же, как и другие дети по всему земному шару, играют, смотрят мультфильмы. И каждый из них и не думает о том, какие последствия наносит им спасительная химиотерапия и почему они носят маски, которые защищают их от инфекций. Я хочу стать знаменитым журналистом. В детском отделении онкоцентра 10-летняя Джен Айда уже 3 месяца. Недавно ей поставили диагноз – острый лифобластный лейкоз. Это рак кровотворной системы. Девочка любит рисовать. Слова на этой табличке непростые. Это призыв взрослым поддержать флешмоб против краж средств из благотворительных боксов под названием «Не кради надежду». Флешмоб запущен не просто так. В последнее время, заявляет в организациях, занимающихся сбором благотворительности, участились случаи взлома ящичков, установленных в некоторых точках Бишкека. Этого человека милиция ищет до сих пор. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения, когда он 29 октября взламывал ящик с деньгами в одном из кафе по улице Дагалока-Молдо. Бокс установил организацию «Красный полумесяц». Видео в соцсетях распространила администрация кафе, чтобы предупредить кражу из других заведений. Ранее, 19 октября, неизвестный опустошил ящик с деньгами, установленный в одном из торговых маркетов в жилмассиве Акурго. Там было около 35 тысяч сомов. Предположительно, в обеих кражах замешан один и тот же человек. Данный факт был зарегистрирован в РПП Удаленского района города Бишкек и начато досудебное производство по статье 200 кража Уголовного кодекса Кыргызской республики. Раньше таких случаев были единицы. Один-два в год, не больше, говорит глава благотворительного фонда Help the Children СКД Елена Конева. С каждой внесенной копейкой у больных детей растут шансы на выздоровление, а на лечение требуются миллионы. Но преступники даже умудряются представляться с сотрудниками фонда, чтобы опустошить бокс. Недавно поймали одного – отпустили. Через некоторое время он снова взомал ящик для пожертвований. При нем 4,5 тысячи сомов. Сказали, что это небольшая сумма, это должно быть минимум 10 тысяч, чтобы это было что-то серьезное. И последний раз, когда были на суде, нам сказали, что он же вам вернул. А то, что он еще перед этим 5 точек вскрыл и сам в этом признался. Но это было в том районе, в этом районе. Этот район как бы не наш район, мы только вот по этому делу ведем. Человека отпустили, и он после этого поехал и еще 3 точки вскрыл. По всему Кыргызстану благотворительный фонд установил около 300 ящиков. В магазинах, кафе, ресторанах. Они разных размеров. Вот эти боксы подлежат ремонту. Их починят, почистят и установят для сбора средств. Повредили их в некоторых случаях случайно, а в некоторых случаях и намеренно, например, когда взламывали. За последние два месяца таких случаев было 10. Украли порядка тысячи долларов. Это незаметчик Киров. Он единственный, кто имеет право доставать деньги из ящиков для пожертвований от имени фонда. При нем всегда удостоверение и доверенность. Процедура проходит при пристальном внимании сотрудников охраны или администрации того заведения, где установлен бокс. Получается, я кладу их сюда, и потом они под росписью на бумажке мне расписываются, что я вот такого-то числа, сегодняшнее число, допустим, сегодня снял, пломбой закрываем. Уже 10 лет в боксе для пожертвований неравнодушные граждане пускают свои кровные. Сколько денег за это время собрали на лечение детям, посчитать сложно. Помощь предлагают и меценаты, и простые люди. Анастасия Соболева, Сардар Ашурбаев, НТС.